Часто приходится слышать слова «лови момент». Как нам поймать момент и жить полной жизнью каждое мгновение? Сегодня это стало повальным помешательством во всем мире. Или повальным помешательством в Индии. Очень ценится все, что приходит к нам с берегов Америки. Сегодня даже йога в Индии стала популярной, только сделала в круг через США. Она существовала здесь тысячелетия, но это неважно. Многие думают, что йогу изобрела Мадонна. Однажды я беседовал с группой людей. И в качестве примера я сказал им, что сегодня даже ребенок в детском саду знает, что углекислый газ вреден для организма. Не так ли? Но кто-то упаковывает углекислый газ в бутылку с водой и говорит, что это супер. Даже углекислый газ в бутылках принимается, если он правильно оформлен и отправлен к вам с нужного направления. Все начали повторять «живи в моменте, живи в моменте». Попробуйте пожить где-то еще и покажите мне, как это. Когда вам дают учение, разве вы не должны разобраться, что лежит в его основе? Вам говорят «живи в моменте». Хорошо? Поживите где-нибудь еще и покажите мне, как можно жить не в моменте. Это возможно? Тогда зачем нужно это учение? Большинство людей на Земле стали понимать это так. Не нужно думать о прошлом, не нужно думать о будущем. Если вы не будете думать о прошлом и будущем, тогда жизнь преподаст вам серьезный урок. Если вы не думаете о будущем или забываете прошлое, жизнь преподаст вам весьма болезненный урок, не так ли? Преподаст. Лучше бы вам подумать о своем будущем, не так ли? Потребовались миллионы лет, чтобы этот мозг развился до такого уровня возможностей. Люди не знают, как им управлять. Теперь вам говорят «не пользоваться мозгом, заглушить его». Не думать о прошлом, не думать о будущем. Интеллект человека прекрасен тем, что вы можете оглянуться на миллион лет назад и заглянуть на миллион лет вперед, если захотите. Да? Говорят, что у слонов отличная память. Они помнят только то, что повлияло на их жизнь. У нас все иначе. Мы можем вспомнить то, что повлияло на жизнь кого угодно, или не повлияло ни на кого. Да или нет? Основное различие между нами и прочими существами в том, что мы можем мысленно перенестись в завтрашний день. Мы можем мысленно вернуться в прошлое. Если фраза «ловить момент» означает не думать о прошлом и будущем, тогда это значит стать насекомым или червем. Они именно это и делают. Ловит момент. Разве нет? Насекомые, черви, животные, птицы, разве они не ловят момент? Они полностью в нем, как и любая другая жизнь. Даже вы. Но у вас есть интеллект. находиться в этой жизни и при этом немного витать где-то еще. Это привилегия. Это свобода, которой вы обладаете. Вы хотите отказаться от этого просто потому, что не знаете, как ее управлять? Вы хотите уничтожить свой интеллект только потому, что не знаете, как им управлять? К сожалению, об этом говорят в серьезных научных кругах. Часть ученых утверждает, что если новорожденным удалять определенную часть мозга, вся преступность исчезнет. В мире не будет преступников. Все будут умиротворенными и счастливыми. Это катастрофа. Если удалить весь мозг, у всех все будет замечательно. У людей не будет никаких проблем. Они забудут о стрессе, обо всем. Просто счастливы. Но это не то счастье, которое вы ищете. Не так ли? Это не то счастье, которое вы ищете. Если после смерти вы станете по-настоящему умиротворенными, тогда зачем вам все эти проблемы? Почему вы пытаетесь отказаться от своего интеллекта? Если выстрелить вам в голову, вы станете умиротворенными. Может быть, и мир тоже станет умиротворенным. Давайте поймем следующее. Нахватавшись чего-то, то тут, то там, люди разносят это по миру с целью продажи. Как вы можете быть вне момента? Зачем вам учение «Живи в моменте»? Вам нужны методы, чтобы управлять своим умом. Вам не нужно учение о жизни, потому что вы и есть жизнь. И если бы вы не были жизнью, тогда мне нужно было бы объяснять вам, как быть жизнью. Вы жизнь? Вы жизнь или нет? Вы жизнь, не так ли? Если вы жизнь, зачем мне рассказывать, что такое жизнь? Вам нужны только методы, чтобы позволить этой жизни раскрыться до своей полной возможности. Вас не нужно учить быть жизнью, потому что жить в моменте или ловить момент по сути означает быть живым, не так ли? Вы думаете, что ваша умственная деятельность, интеллектуальные способности и возможности не дают вам быть живыми? Нет. Это основа вашей живости. Это во многих отношениях венец вашей живости. Жизнь развелась от самой примитивной формы до того, чем она является сегодня. И сейчас у вас есть кора головного мозга, благодаря которой вы размышляете обо всем на свете. Это и есть венец жизни на планете, не так ли? Да или нет? Это венец жизни. А вы хотите отказаться от него, потому что не знаете, как с ним обращаться. Либо он плохо сидит на вас, либо он вам слишком тесен. Не делайте этого. Если вы хотите жить, а именно к этому и стремится жизнь, она хочет жить в полную силу. Недавно я написал заметку, иши-йога означает жить, и жить на полную. И теперь люди думают, я должен отрываться на вечеринках семь дней в неделю. Нет, то, чем вы занимаетесь вокруг себя, это не жизнь. То, что происходит здесь, вот жизнь, не так ли? То, что происходит внутри вас, это жизнь, не так ли? То, что происходит вокруг вас, это просто атмосфера для жизни, это не жизнь. Вот это жизнь, не так ли? Если исследовать ее во всей полноте, во всех ее измерениях, вы увидите, что если вы просто сядете здесь, это будет самое прекрасное, что вы можете сделать. Что делать, а что нет — это ваш выбор. Мы сидим в одной комнате, дышим одним воздухом. Мы будем есть одну пищу. Но то, что я переживаю внутри себя в этот момент, если вы мне предложите весь мир взамен, я не соглашусь на такую сделку. Если вы предложите мне обменять это на весь мир, я не соглашусь, потому что это намного больше, и это доступно каждому человеку. Когда речь идет о внешних событиях, все мы обладаем разными способностями. Когда дело касается внутреннего измерения, каждый из нас обладает одинаковыми способностями. Этого не случилось только потому, что вы никогда не смотрели в этом направлении. В этом единственная причина, а не в том, что вы менее способны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok